Павел Корнев Павел Корнев И так меня эта размеренность убаюкала, что сам не заметил прихода декабря, а там наступило время платить по счетам. К счастью, платить должен был не я, платить должны были мне. Оставалось лишь о долге напомнить. Разговор предстоял не из легких, и по возвращении из института я забил на подготовку к семинарам и завалился на диван с томиком Рексостаута. Так до шести и читал, вроде как в пустую время убил, зато голову разгрузил. В шесть спустился этажом ниже и позвонил в квартиру семейства Марченко. Дверь открыла Зинка. Она обрадованно улыбнулась, пристала на цыпочки и быстро чмокнула меня в губы. Сразу отступила, кинула быстрый взгляд в сторону кухни и сообщила как-то очень уж громко, будто бы даже и не мне. — Сережа, я еще уроки не сделала, историю учить надо. — Ха, и точно, не мне. С кухни выглянул ее папенька, Борис Ефимович Марченко. Он же с недавних пор Борис Нахимович Михелисон. Круглолицый и лысоватый сосед протянул руку и не применил заметить. — Вот-вот, уроки делать надо. — Зинка ответила на это раздраженным фурканьем и спросила у меня. — Сережа, я зайду сегодня. Ксюша кассету новую принесла, музыку послушаем. — Сегодня по работе мотаться буду. Не знаю еще, когда вернусь. Звони. — Ну, Сережа. — Завтра точно пораньше освобожусь. — Пообещал я. — Ловлю на слове. Зинка отправилась в детскую, и тогда Борис Ефимович тяжело вздохнул. — Вот же вертихвостка. Одна музыка на уме. — Он выразительно глянул на меня, и сохранить невозмутимое выражение лица удалось при великим трудом. — Так понимаю, Сергей, ты по делу. — Уточнил Зинкин папенька, не дождавшись никакой реакции на свои слова. — Ага. Сосед махнул рукой. — Заходи. Он первым прошел на кухню и предложил. — Чай, компот? — Лучше деньги. — Деньги и лучше. — Согласился Борис Ефимович и вновь вздохнул. — Ты никак о долге напомнить заглянул? — О нем. — Подтвердил я, усаживаясь на табурет. А круглая физиономия Зинкинова папеньки явственно помрачнела. — Сережа, ну мы же договаривались, я же объяснял. До конца недели за акции НИИ по подписке надо деньги внести, а ты мне руки выкручиваешь. — И в мыслях такого не было, — заявил я в ответ. — Насчет акции зашел уточнить. Много получилось выкупить? — Пока еще нисколько. Пока только заявку утвердили. — Семь процентов достанется. Думал, больше будет, но директор с замом подсуетились. Да и работники ваучеры сдавали охотно с верой в будущее. Кретины. — Семь процентов? Я припомнил наш прошлый разговор и после несложных арифметических подсчетов уточнил. Это немногим больше трехсот тысяч. Борис Ефимович кивнул. — Примерно так. Ну, а я еще рассчитываю у коллектива сколько-нибудь акций скупить. Если наличку тебе отдам, как с людьми рассчитываться стану? Сам посуди. Семь процентов — это ни туда, ни сюда. Вся затея псу под хвост. Сосед вздохнул и уточнил. — Так чай или компот? — Чай, — решил я. — С печеньем или сахаром? Я не выдержал и рассмеялся. — У вас как в анекдоте. Если руки с мылом моете, тогда чай без сахара. Много сладкого вредно. Насупился Борис Ефимович. Выставил на стол розетку со смородиновым вареньем и вазочку с овсяным печеньем. Налил в кружку заварки, добавил из термоса кипятка. — У меня, Сережа, как ты сам знаешь, сейчас на руках 1200 долларов. По нынешнему курсу это что-то около полумиллиона. Если тебе долг верну, то впритык останется за акции внести. — За акции ваучерами внесете. — Сказал я, отпив крепкого черного чая. — Шутишь? — возмутился Борис Ефимович. — У меня их пять штук всего. Это пятьдесят тысяч. — У вас пять, а у меня поболее. Спокойно ответил я, вытянул из кармана толстую пачку привоза циционных чеков и принялся отсчитывать. Раз, два, три, на. — Выложил на стол двадцать шесть ваучеров и заявил. — С вашими пятью получается триста десять тысяч. Как раз расплатиться за акции хватит. Остаток наличкой добьете. Сосед глянул на не столь уж и похудевшую стопку ценных бумаг и спросил. — Иэн, много их у тебя? — Я из этого секрета делать не стал. — Как и не стал хранить в тайне свои планы. — Ваучеров у меня на два миллиона с копейками. — Собираюсь оставшуюся половину акции НИИ на открытых торгах скупить. Но там чеками можно только девяносто процентов от общей суммы оплатить. Деньги понадобятся. — Серьезный подход. Медленно произнес Зинкин папенька и вытер проступившую на лбу из-за лысени и спарину. — У нас слишком много всего на хозблок завязано. Нельзя контроль над ним терять. Иначе уже к лету с вещами на выход попросят. А то и раньше. — Пройдет приватизация, и новый собственник первым делом договор на охрану расторгнет. А так мои семь процентов, и сколько еще скуплю, да твои. Запросто сможем на что-то большее, нежели просто база отдыха замахнуться. Но лучше, конечно, акции в одних руках аккумулировать. Я на такую безыскусную ловку не поддался и помотал головой. — Не стоит все яйца в одну корзину складывать. — Усмехнулся и припомнил слова соседа, с которыми тот занимал деньги. — В конце концов, у меня в отношении Зинки серьезное намерение. А это все ради семьи, так? — Так, — подтвердил Борис Ефимович и хлопнул мясистой ладонью по столу. — Хорошо. Возвращаемся к нашим баранам. Сколько за ваучеры хочешь? — Двести шестьдесят тысяч, если по номиналу. — Скажешь тоже по номиналу, — немедленно взвился сосед. — Перекупы их по три-четыре тысячи берут. — На то они и перекупы. Дальше сдают дороже. — Сереж, даже на бирже восемь тысяч потолок. Я надкусил печеньку и спокойно пожал плечами. — Девять на самом деле. — Плюс вам еще доллары на рубли менять. А это риск и потеря на комиссии. Чисто по-семейному отдам себе в убыток за девять тысяч. На акции-то я их по номиналу сменяю, а наличка у меня еще будет. Гуревич за аренду двадцатого числа рассчитается. Тут вам прямая выгода. — Давай по восемь. — По девять, Борис Ефимович, по девять. Вы на ровном месте двадцать шесть тысяч заработаете, и при этом не нужно будет доллары непонятно кому сдавать, с риском по голове получить и без денег остаться. — Ты б меня прикрыл. — Прикрыл бы. Но лучше до такого все же не доводить, не так ли? Сосед тяжко вздохнул, поднялся из-за стола и покинул комнату. Минут через пять вернулся, принялся отсчитывать на стол пятидесятидолларовые купюры. Под конец призовокупил к ним двадцатку. — Пятьсот двадцать копейк в копейку. — Центр в цент! — пошутил я, убирая деньги, и поскольку чай к этому времени уже успел допить, засобирался домой, но не тут-то было. — И вот еще что, Сережа, — придержал меня Борис Ефимович. — Софья вчера на родительское собрание в школу к Зинке ходила, вернулась вся в растрепанных чувствах. Трояку нашей доченьки по истории корячится. Ты уж будь добр, повлияй на нее. Я неуверенно повел плечами. — Одна тройка не трагедия еще. — Аполитично рассуждаешь, — покачал головой сосед. — У Зинки сроду троек не было. С тобой дружить начала, и вот мысль продолжать надо. — Не надо, — поговорю с ней. — Поговори, а то мне Софья уже всю плешь проела, так и до язвы недалеко. — Мы вышли с кухни в коридор, и я расслышал донесшийся из детской комнаты напев. — Эй, ямщик! Борис Ефимович горестно поднял к потолку глаза. — Уроки она учит. Тут-то и я поспешил выскользнуть за дверь. В квартире надолго не задержался, только запрятал валюту и ваучеры в тайник, натянул турецкий свитер, надел кожаную куртку, да сунул в карман газовый револьвер. Шарф, черная вязаная шапочка, перчатки — все, к выходу готов. Позаведенный с недавних пор привычки на крыльцо выскакивать не стал, и сначала оглядел двор через приоткрытую дверь, лишь после этого переступил через порог. Солнце давно село, но кое-где горели фонари, и особо темно на улице не было. Во дворе никого, лишь доносили со спортивной площадки скрип коньков по льду и хлесткие щелчки бившихся о борта шайб. Незнакомых автомобилей на глаза тоже не попалось. Вообще ни одна из машин не стояла с включенным двигателем, исторгая из выхлопной трубы серые клубы дыма. И я успокоился окончательно, двинулся вдоль дома. Вечеру подморозило, но не слишком сильно. По прогнозу ночью ожидалось минус двенадцать. Наверное, так сейчас примерно и было. Плевать, не замерзну. Это не у буханки с утра до вечера постись, дойти довернуться. А пока двигаешься, не холодно. Выйдя со двора, напрямик через частный сектор, я решил не срезать и зашагал вдоль поселка, и даже так добрался до трехэтажного жилого дома, часть помещений которого занимал безымянный кинотеатр, буквально в пять минут. Вновь оглянулся, нырнул в подъезд, ссунутый в карман к револьверу рукой, но там меня никто не караулил. Позвонил, и сразу приоткрылась обшарпанная дверь. «Заходи», — пригласил в квартиру Сева Лямишев, высокий пузатый барыга, подвязавшийся на перегоне иномарок. А стоило лишь переступить через порог квартиры, и он сунул пухлый газетный сверток. «Здесь за сколько машин?» — уточнил я, пряча тот во внутренний карман куртки. «Семь в этот раз пригнали». «Отлично. Кому обращаться, знаешь». «Но вот так сразу уйти не вышло». «Погоди», — придержал меня Лямишев. «На одну машину покупатель уже есть, надо съездить, показать». «Я тут при чем?» «За охрану деньги берете, вот и охраняйте». Перегонщик помялся и пояснил. «Человек новый, место незнакомое. Меня подстраховать». «Если на чистоту, страховать Севу нисколько не хотелось. Но и послать его куда подальше тоже никак нельзя. Все же с каждой машины нам капало по 200 марок, из которых половина шла прямиком в мой карман. Раз пошлю, два пошлю. И люди точно задумаются, что свою долю не отрабатываю. А раз так, то и платить незачем. У нас тут хозрасчет. Подход, когда убьют, тогда и приходите заявление писать непрократно». «Катит». «Ну, а и позволять Лемешеву усесться себе на шею я тоже не собирался. Вот и спросил. «Ты постоянно с новыми людьми работаешь. Что с этими не так?» Сева помялся, потом сказал. «Да с утра граф подкатывал, крышу предлагал. Трепанул кто-то, что машины свежие пришли. Я его отшил, но мало ли». Меня так и подкинуло. «Чего, блин? И ты молчал?» «Так вот же сказал. Я тебе свой номер на кой дал. А номер Козлова у тебя зачем? Сразу о таких вещах сообщать надо, сразу!» Лемешев насупился, но ничего в свое оправдание говорить не стал. Снял с вешалки дубленку. «Ехать мне с ним расхотелось окончательно. Одному так уж точно. Позвонить дай». Потребовал я и даже присвистнул от удивления, когда перегонщик вынес из комнаты трубку с кнопками и короткой антенной. «Ну ничего себе, красиво жить не запретишь». «Ха, имею право», — хмыкнул Лемешев. «И с ней прямо везде ходить можно?» «Не, самое большое метров тридцать от базы берет. Просто радиотелефон. Набирай номер, потом жми вызов. Вон, значок с трубкой». Я поглядел на кнопки, помимо цифр, на которые непонятно для чего нанесли еще и буковки латинского алфавита. Затем принялся тыкать в них указательным пальцем. Ничего не напутал, но и Андрея Фролова дома не застал. Тогда позвонил Янке Скоковой, и на этот раз мне улыбнулась удача. «Дюш, ты там прописался, что ли?» — спросил я, когда бывшая одноклассница позвала к телефону моего приятеля. «Ага», — подтвердил он и гагатнул. «Ха-ха, меня ж типа ищут, я ж типа скрываюсь». «Блин, но не дура же Аня совсем. Она вообще не дура так-то. Поняла уж давно, что ты ее динамишь». Уверен, так оно и было. «Это поначалу, когда я завалился на квартиру с сумкой денег и автоматом, Аню проняло до самых печенок». «Ну так там и никакой игры не было, всерьез когти рвали». Дальше-то она точно сообразила, что Андрей не скрывается от бандитов, а просто завел новую подружку и перебрался к ней на квартиру. «Да хрен с ней», — отрезал Фролов. «Серый, ты чего звонишь-то? Я ужин только сел». «Минут через десять подваливаю в кафетерий, дело есть». «Ну, Серый!» «Стюша, хорош, тут все серьезно, нам за это деньги платят». «Ствол брать!» «Обязательно!» Я протянул трубку Лемешеву, и тот сам нажал кнопку отбоя. К этому времени он уже обулся, застегнул дубленку и водрузил на голову норковую формовку. «А зачем нам кафетерий?» — спросил он, выпуская меня из квартиры. «Сразу за ним бы и заехали». «Мне только и оставалось, что рукой махнуть. Надо». Перегонщик от расспросов воздержался и принялся возиться с ключами, запирая квартиру. Затем первым вышел из дома через черный ход. Я следом, рука в кармане с револьвером. «Мало того, что куча чужих денег при себе, так еще и Лемешева по своим делам уработать могут». Ситуация. На заметенном снегом газоне, прямо под окнами, притулилась синяя иномарка. На решетке радиатора был размещен фирменный знак «Опеля». На багажнике серебрилось название модели «Сенатор». Перегонщик завел двигатель и оставил машину прогреваться, сам закурил. Протянул пачку с верблюдом и мне, но я лишь покачал головой и принялся переминаться с ноги на ногу, не забывая поглядывать по сторонам. Вроде спокойно все. Не обнаружилось никого подозрительного и у кафетерия. Лемешев остался ждать меня в салоне, я забежал внутрь. У витрины с алкоголем и заветренными бутербродами скидывались на водку три алкаша. Одел же с кондитерскими изделиями пустовал. За кассой там стояла миленькая платиновая блондинка с очень ладной фигурой, чего белый халат нисколько не скрывал, и я сразу указал ей в сторону подсобки. Алена стрельнула глазами на вторую продавщицу и кивнула. Проходи. Она приподняла откидную крышку прилавка, и я проскользнул внутрь. В заставленной всякой всячиной комнатушке вытащил из внутреннего кармана пухлый газетный сверток, разворошил его и принялся отсчитывать разные потрепанности банкноты. Набрал двадцатками и полтинниками тысячу четыреста дойч марок, сложил стопку банкнот надвое и убрал в карман. А почти не похудевшую пачку, без пересчета, завернул обратно в газету и на выходе вручил Алене. Для Козлова. В курсе. Кивнула продавщица и спрятала газетный сверток под халат. Знала, о чем именно идет речь, вот и отнеслась к поручению кавалера со всей ответственностью. Я задержался и спросил. Он тебя хоть заберет? А то что? Улыбнулась Алена. Проводить хочешь? Не хочу, но придется, — ответил я совершенно серьезно. Не бойся, заберет. Ну и отлично. Задерживаться в кафетерии я не стал и вышел на улицу, а там и Андрей подошел. Ну что опять такое? Сходу потребовал он объяснений. Вместо ответа я распахнул заднюю дверцу иномарки. Поехали, тачку покупателям покажем. А без меня никак. Дюша, не тупи, разговор есть. Мы забрались на заднее сидение. Андрей поздоровался с Лемешевым и вновь спросил. Ну что там еще? Перегонщик притопил педаль газа, и автомобиль тронулся с места. А я откинулся на спинку и усмехнулся. Сейчас ничего, просто рядом постоим. А вот что с графом делать, это ты мне скажи. Он на наш кусок пирога пасть разянул. Фролов матерно выругался. Автобизнес крышевать, что ли, собрался? Подкатывал, да, — подтвердил Лемешев. Поговорю с ним, — пообещал Андрей. Не знаю, получится достучаться или нет. Граф хорошо так поднялся. Может бы ковать начать. Я презрительно фыркнул. Да чего он там поднялся, дюша? Видел салон и блошиный рынок на диете крышует. Ладно бы отжал, так само в руки упало. И это было действительно так. После расстрела бригады боксеров граф просто прибрал к рукам ставшие бесхозными точки. И совсем не факт, что сумеет удержать их, когда вернется из Казахстана Миша Тупинса, товарищи. Если они, конечно, вернутся. Так-то местные ухари давно могли их где-нибудь в степи прикопать. Андрей отмахнулся. Да не в этом дело, серый. Он деловой стал до невозможности. Ударит моча в голову и закусится на ровном месте. Поговори с ним. Скажи, что так дела не делаются. А сего не сам по себе. Да и мы тоже. Без подробностей просто намекни. Намекну, ага, кивнул Фролов. Думаю, все же сдаст назад. Наверняка сдаст, только не факт, что надолго. Точно какой-нибудь падлу кинет. Он по жизни чужими руками жар загребает. Разберитесь, короче, с ним, потребовал Лемешев. Вам за это деньги платят. Андрей вскинулся было, но я его придержал. Вытянул из кармана стопку банкнот и отсчитал приятелю две сотни. Твоя доля. В октябре нам обломилось восемьсот марок. И в общак я отдал только половину, а Фролову вручил сотню. Так что прибавка на сей раз получилась более чем существенная. Возмущаться он сразу передумал. Только и проворчал, что... Ну да, платят. Потом вздохнул и спросил. Едем-то куда? Тут недалеко. Неопределенно ответил перегонщик. Просто рядом постойте, лицами поторгуйте. И точно домчались быстро. Пересекли Гагарина и Барбюса, а там еще немного покрутились по району и вывернули к железнодорожным путям, точнее, к протянувшимся вдоль них гаражам. Где-то здесь. Пробормотал Лемешев, углядел в свете фар какой-то ориентир и свернул в узкий проезд. Покатил вглубь кооператива. Один поворот, другой, и вот уже иномарка уткнулась в ржавые ворота, за которыми маячила темная махина гаражного бокса. Стучите! Распорядился перегонщик, не спеша выбираться из-за руля. «Пошли!» – пихнул я в бок Андрея, сам вылез из салона через противоположную дверцу, встал рядом с машиной, огляделся. Место нисколько не понравилось, но деваться было некуда. Подступил к воротам, приложился к углу его створки ботинком. «Открывайте!» Поначалу ничего не происходило. Затем вспыхнула закрепленная на стене бокса лампа. Хлопнула дверь. Послышался скрип снега под ногами неспешно шагавшего к воротам человека. Дальше створки дрогнули, скрижетнули и начали расходиться, открывая проезд в небольшой закуток дворик. Там стояли видавшие виды «Жигули шестой модели», а еще у дальней стены выселся сугроб, точно скрывавший в своих недрах какой-то автомобиль. «Ты еще кто такой?» – недоуменно уставился на меня, распахнувший воротам мужик в валенках, фуфайке и шапке-ушанке. Ни одежды, ни худой злой физиономии на денежного покупателя, способного приобрести иномарку, он нисколько не походил. И я несколько даже напрягся, сунул руку в карман. От мужика этот жест не укрылся, он попятился. Ну а тут из машины выглянул Лемешев. «Порядок от со мной!» «Порядок?» Лично я в этом уверен вовсе не был. «Порядок от со мной!»